В этом году мы отмечаем двухсотлетие со дня рождения великого русского поэта Афанасия Афанасьевича Фетта. Так случилось, что только в 70-е годы 20-го столетия началось возрождение интереса к поэту, которого еще при жизни Лев Николаевич Толстой называл великим, а Петр Ильич Чайковский безусловно гениальным. Правда, и при жизни Фетта были о нем самые противоречивые отклики, но это все для нас не имеет никакого значения. Для нас важно то, что за его внешностью скрывалось сердце одного из самых тонких русских лириков. Ни дневники, ни письма поэта не дают полного представления о нем самом. Это делают только его стихи. Страницы, милые, опять персты раскрыли. Я снова умилен и трепетать готов, чтоб ветер или рука чужая не сранили засохших одному мне ведомых цветов. Там, где другие слышали один тон, видели одно явление, Фетт улавливал бесчисленное количество полутонов, оттенков, переходящих друг в друга. Наверное, поэтому на его стихи писали музыку самые значительные русские композиторы. И Варламов, и Чайковский, и Римский Корсаков, и Танеев, и многие-многие другие. Более трехсот романцев написаны нам стихи Афанасия Афанасьевича Фетта. Погляди мне в глаза хоть на миг, не таись, будь душой откровенней. Чем яснее безумство в Твоих, тем блаженство мое не сомнений. Уноси мое сердце в светящую воду, где подносится раньше печаль. В этих звуках на жаркие звузы Твои кротко светит улыбка любви. Поглядь мне в глазах на жаркие звузы Твои кротко светит улыбка любви. Чайки-кайки-кайки-кайки-кайки-кайки-кайки-кайки-кайки-кайки-кайки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok